Объехала почти весь Советский Союз. За свою долгую жизнь Наталья Семеновна Лазарева, где только не побывала, чего только не видела. Лечебница работала, в Москве работала, на Камшатке тоже работала, везде по всем Союзам. Работала и в военные годы, в госпитале. Ухаживала за ранеными и воспитывала детей, поднимала на ноги. После войны вместе со всей семьей переехала в Пензу. Четыре детей было и работала. Вот так, доченька, трудился, много трудился. И здоровье было хорошее. Это вот два года, год почти плохой у меня здоровье. О прожитых годах Наталья Семеновна вспоминает с улыбкой. Историю своей жизни то и дело пересказывает своим 17 внукам и правнукам. Многочисленные родственники стараются навещать любимую бабушку как можно чаще. В этот раз в доме Натальи Лазаревой буквально яблоку негде было упасть. Шутка ли? Сотый день рождения. Поздравить долгожительницу с вековым юбилеем собралась почти вся родня. Не обошли вниманием столь знаменательную дату и официальные лица. Молодцы, все ко мне прийти. Молодцы. Администрацию ждала. Наталья Семеновна, вот в этот день вас лично и персонально поздравляет президент России Владимир Владимирович Путин. Путин поздравляет. Лично вам направил поздравление. Мы его не вскрывали. Вы сами или вам помогут там близкие почитать. С днем рождения. Вы на самом деле настоящая легенда. Спасибо. Настоящая легенда. Позвольте вас поздравить от всей души с юбилеем всех ваших близких, родных. Дай Бог здоровья вам. Всегда быть такой же, так сказать, жизнерадостной, жизнеутверждающей. Потому что вы для нас являетесь на самом деле примером. Теплые слова, пожелания, цветы, подарки. Такого внимания к своей персоне, признается именинница, никак не ожидала. Собственно, как и того, что справит сотый день рождения. Просто, говорит Наталья Семеновна, трудилась, не покладая рук. Воспитывала детей, жила для родных, близких людей. Вот и весь секрет долголетия. Светлана Демина, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный».